Российские пловцы Никита Лобинцев и Владимир Морозов опротестовали в спортивном арбитражном суде свое отстранение от Олимпиады. Полчаса назад стало известно, их иск, поданный через доверенных лиц, принят в Рио-де-Жанейро. Там перед играми работает выездной арбитраж в таком режиме, что решение выносится максимум в течение суток. Агентство ТАСС со слов источника знакомого ситуации сообщает, Международная федерация плавания намерена все же допустить до стартов обоих наших титулованных пловцов. Других подтверждений нет, видимо, еще будет какое-то развитие. Пока же олимпийские призеры Лобинцев и Морозов продолжают тренировки вместе с остальной сборной по плаванию. Жалобу в спортивный суд отправили и на Международную федерацию тяжелой атлетики, которая не допустила к Олимпиаде всех наших штангистов. Четверо из восьми заявленных фигурируют в так называемом докладе Макларена. Семь положительных результатов дало вскрытие проб, взятых на играх в Пекине и Лондоне. И тем не менее, тяжелые атлеты считают, что допинговое прошлое некоторых не основание для отстранения всех. По состоянию на сегодня 266 российских спортсменов получили право выступать в Бразилии. В церемонии открытия 5 августа. В остающееся время есть разные околоолимпийские истории. Журналисты и пользователи интернета, которые видели презентацию формы сборной Соединенных Штатов, обратили внимание, что цвета на майках расположены один в один, как на российском триколоре. Все эти уже отшутились. Сейчас кто-то опять будет искать руку наших хакеров. Ну или дизайнер таким образом решил поддержать олимпийцев, которым пришлось остаться в России. И еще вот кадры, которые мы получили из Рио-де-Жанейро незадолго до начала эфира. В эстафете Олимпийского огня приняли участие российские исполнители Дима Билан и Полина Гагарина. Зрители Первого канала знают их по выступлениям на Евровидении, а еще по главному музыкальному телепроекту страны «Шоу Голос». Дима Билан». Продолжение следует...